Не фотография и не картина, а что-то новое. Фотокартина. С такими работами можно познакомиться на выставке лица провинции Фёдора и Татьяны Зотьевых, открывшейся в Республиканской картинной галерее. Все персонажи Зотьевских произведений взяты из жизни, из провинциальной повседневности. Обычные горожане, коллеги и друзья здесь в неожиданных и непредсказуемых амплуа. Оригинальный взгляд на людей, свет и тени, искусная работа в программе и перед глазами вырастает неожиданный образ. Это действительно провинция. Друзья, они родились здесь. Это бендерчане, тираспальчане, которые родились здесь. Это наши коренные. Я попробовал из нашего народа что-то слепить. А где мы других брать актеров? Друзья, иногда зажигаем, снимаем, иногда специально собираемся для этого. А бывает просто случай. Анекдот нельзя сфотографировать. Это кадр из фильма или фальшивка. Здесь получился настоящий иллюстрация с реальными людьми. Не нарисованный, не собранный область. А вот тот, который, представь себе операцию, книгу напечатает. Ну мы или кадры получим, это неинтересно. А если сделать в легкой пластике, это будет совершенно другое на эту же тему, но совершенно новое самостоятельное произведение искусства. Идеи к художнику приходят порой неожиданно, а современные технологии облекают их в новую форму. Если появляется идея, подо мной взрывается граната, все, меня не остановит, все, бросается, начинаю делать. В этот раз я до этого не занимался, наверное, лет 15 не брал. Ну вот устал, мне скучно делать банальные фотографии. Здесь появилась цифра, новые возможности, и мне стало интересно, что можно выточить из этого. Это делалось не для выставки. Так поприкалываться, что любопытство больше ничего. У меня получилось, больше ничего. В альбомчике было, друзья пришли, посмеялись, ну и доела. Многие спрашивают, за сколько вы начали вот этим заниматься, цифровых 50. Не может быть. Почему не может быть? Может, нормально. Ну, к этому времени же и списываются. Для меня никогда это не было серьезной профессией. Герой его картин ощущает себя по-новому. Вот эти вот все образы, это не говорит о том, что я такая. Это он так видит. Это, не знаю, это творчество. Я не знаю, как это объяснить словами. И есть ли такие слова для того, чтобы передать все эмоции, которые ты испытываешь, когда ты видишь вот эти работы. Потому что просто глядя в зеркало, ты понимаешь, что ты, да, интересная женщина. Но когда ты видишь вот такие вот шедевры, такая гордыня берет. Такое вот, какое-то чувство, не знаю, окрыленности. Посетители выставки оставляют самые неожиданные записи в книге галереи. Я хочу обратиться к отзыву, прежде чем подойду к небольшому обзору выставки. Очень приятное осталось впечатление. Поражает техника исполнения. Нет свои вещи, вообще непонятно. Это картина или фотография. В общем, мастера с большой буквы. И замечательное чувство юмора. По аналогии с нескучным садом. Нескучная выставка, Ира. Впечатления о необычной выставке самые яркие. Я думаю, это уже какое-то очень особое высокое искусство. Потому что мы все фотографируем, у нас у всех есть дома и даже хорошие цифровые фотоаппараты. Но то, что делает наш автор выставки с фотографией, особенно как он транспонирует людей в различные образы, причем одних и тех же людей, это, конечно, не подается вообще описанию. Это, считаю, высокое искусство. Этот необычный симбиоз фотографии и ее подачи в оригинальном изображении, по мнению посетителей, стал возможен благодаря яркой личности художника. Неутомимость Федора, постоянный поиск. Мне это больше всего в нем нравится. И мне кажется, что когда-нибудь кто-то скажет, что вот, а когда-то все это начал Федор и Татьяна. Я в это просто уверена. Потому что это было ново тогда, когда он начинал. Это до сих пор остается еще у нас как бы новым. И мне кажется, что люди начнут все это понимать. И вот он будет первооткрывателем всего этого у нас в городе, по крайней мере. Он и актер хороший, и фотограф гениальный. Поэтому просто интересно. Хотите посмотреть, как нарушаются каноны жанра и врастает неожиданный образ? Тогда спешите в Бендеры. Лица провинции ждут вас. Субтитры создавал DimaTorzok